Так, 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 не понял Нету, здесь нету, куда же, куда же засунул, а? Куда? Нету, нету нигде Где пузырь? Хватит, праздники закончились Куда спрятала? Вылила? Ах ты, вшивая интеллигенция Ну, ничего, русские не сдаются А вот она, родная Хотела меня остановить? Во! Ах! Так Ничего, здоровее будешь Да, 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 конечно, конечно Сложилась довольно необычная ситуация Наша команда выиграла у спортсменов Финляндии, Соединенных Штатов Америки, Швеции И не имея поражения, вступила в единоборство с чехословацкими хоккеистами И, увы, проиграла со счетом 4-5 Теперь все решал этот матч с Канадой Ну что, бодрячком, пацанчики Руки за голову, бодрай пол, все решай Брат, вставай, брат Не степляй, брат, не степляй, не степляй, пожалуйста, не степляй, брат, не степляй, пожалуйста Брат, ты же брат мне, ты же мне вместо отца был А помнишь, как ты боярышника напился, а я тебя на себе домой нес? А помнишь, как ты в магазине слился с черносливом? Мы тебя потом всей семьей искали. Ты же брат мой. Это он тебя сдал? Знаю. И передай своим. Кто монгола тронет, завалю. Извините, а не подскажете, где здесь студия Эпик Файтинг? Спокойно, Юр, все нормально. Какая студия? Эпик Файтинг. А это не здесь, это там дальше, по коридору. И Борецк, вам привет передавай. От кого? Как тебя зовут, красавчик? Сява. Лен, ну ты где в шишке горят? А это кто? Беркало. А звать как? Юрий. Не, не, не тебя, а ее. Елена. А что за студия Гэнг Бэнг? Вы тоже здесь бои снимаете? Да, да, пятеро против одной. Сява, ну где вы ходите? Бои вот-вот начнутся. Чего так медленно? Знакомьтесь, это ваш напарник Борецкий. Приходите в студию. Здорово. Здорово. Здорово всем, мои хорошие. Здорово всем смотрящим. Это вновь с вами Эпик Файтинг Чемпионшип. Четвертый сезон. Какие? Девяностые. Девяностые. Ну что, друзья, пока там где-то какая-то на море качка, у нас тут конкретная раскачка. Хоть мы с первого сезона забыли, что такое мораль, но мы никогда не забывали, что Эпик по сей день является самым топовым шоу. Для вас, как всегда, у микрофона главный малиновый пиджак любого застолья. Стасончик Борецкий, ёпта. Стас Борецкий. Шестая планета от Солнца, на которой до сих пор пытаются найти жизнь. Дерзкий шоумен, пропавший девяностыми и забродившим рассольником. Говорят, в России две беды – дураки и дороги, но сквозь зубы часто прошептывают. Ну и Стас Борецкий. Ну и человек, который собаку съел. Рэпер Сева. Вот он, чёткий пацанчик, покоривший рэп-индустрию своим бодрячком. Последний человек в мире, который, судя по стилю, до сих пор занимается паркуром и слушает «Токио-хотель». Главный ведущий, для которого нервный тик – это на-на-на-на-на-нормально, Сева, выживший. Главный голос эпик-файтинга – золотой кадык Дагестана Рамазан Алибекович Рабаданов. Рамазан Алибекович Рабаданов. Главный комментатор эпик-файтинга. В Дагестане есть три праздника – ураза Байрам, День Республики и день, когда Рамазан впервые открыл рот. Ну и помогать уже, как получается по традиции четвёртого сезона, ему будет обворожабельный, сексапильный Гоген Солнцев. Гоген Солнцев. Бубновая дама в этой колоде вальтов. Популярный актёр, шоумен, красавчик, абояшка, талантище. Именно эти слова Гогенчик шептал на ухосяве, чтобы тот взял его комментатором на эпик-файтинг. Эпик-файтинг, мы готовы проникнуть в ваше подсознание. Начинаем. Ну а прежде чем начать, вы сами знаете всё, ребяточки. Обязательно, комментарий, качественный, хороший, заслуженный. Вот здесь вот под видосиком. Лайкосик, максимализированный, сексуализированный. Ну, подписка это вообще не обсуждается. Но самое главное, Стас, как мы это умеем и любим делать. Колокольчик, ёпта! Ну а мы с вами двигаемся к нашим легендарным звёздам, которых вы уже знаете. И представляем нашу первую пару. Это пара, которую выбрали вы. Это народные бойцы, которые благодаря нашим подписчикам, благодаря нашим зрителям сегодня схлестнутся здесь в октагоне. Данил Бусловский. 25 лет, город Елец. Жесточайший рубака. Данил Бусловский. Брутал с лицом девственника. Да-да, у этого бойца никогда не было поражений. Кстати, именно так будет выглядеть гном-гномоч, когда вырастет. Таким же крепким, дерзким, с диким желанием пройтись коньком по своим нетругам. Встречайте, Данил Бусловский. Ты не знаешь своё дело, я знаю своё. Каждый день ставит на уши твой район. Делать так, чтобы в воздухе было больше руч. Только так, никак иначе тебе нужен этот звук-звук-звук. Тебе точно нужен этот звук-звук-звук. Тебе точно нужен звук-звук-звук-звук-звук. Иначе опять санитары привяжут его к кровати. Давай, тасманский пудель, не подкачай. Субтитры сделал DimaTorzok Этот бой будет проходить по правилам бокса в перчатках ММА. Наш, дорогой рефери, выходим. Бойцы, на середину. Правила знать, после команды стоп не работаем. Пожарь руки, ложи по углам. Итак, дорогие друзья, знаменитый Псих. Он в красном углу, с красными перчатками. Это был Псих, 21 год. Молодой совершенно парень, но он успел навести фурор эпик файтинга. Один из самых любимых бойцов. И его соперник Даниил Буславский. Он на три года старше своего соперника. Что, 21, да, Психу? Да, но он молодой. Слушай, ну он такой... Он реальный Псих. Ты посмотри, что он делает, да? Что бы ни случилось. Вот смотри, как он сильно... Хотел верстолет сделать, прикинь ему. Ой-ой-ой-ой. Да, да. Этот человек змея. А что у него на ногах? Что за синие у него тапочки? Он не лежит заряден и в ногах, и в руках, и где угодно, и в любви, и в психике. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все. Смотри, угомонил его. Он должен отдохнуть, отдохнуть. Ой, смотри. Псих, 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 псих. Но он действительно... Судья не слушает, никогда не за все пришла. Ничего себе, охрану вас вызвали. Чтобы ему помочь. Да, он говорит, я упал, восстановился, зачем ты разнимаешь, судья? Так, что? Слушай, не так, какой здесь у вас... Рамазан, это разве по правилам? Это что, это фрик-шоу или это бои? Работает все время через корпус. Один корпус, сразу боковой левый. Он же как медийная личность, якобы, или кто? Ну, суди есть. Мы что будем судить? Нет, ну мы смотрим с тобой сами, как народ глубинный. Псих, послушай меня. Братан, первый корпус, второй левый боковой. Правый корпус, левый боковой. Все. Все, что тебе надо делать. Два удара, два удара. Правый, левый боковой. Он же внизу был. Продолжается поединок. Слушай, псих что-то орет, а. Посмотри, он ему урожает, что ли? Опа, опа. Опять пропустил. Опять пропустил. Очень четко бьет Данил Буславский. Молодец, молодец Буславский. Хорошо работает. Он и наблюдает тоже, да. Внезапный отрывок. Все, псих забитый. Впервые, впервые в своей истории псих получил сильнейший удар в висок. Это что, раньше не было этого? И как Хабиб Нурмагомедовна, Макгрегор, кричит сверху и орет. Пусть, п***ь, псих остался. Не надо псих. Влад успокоился. Ну, судья, не должен быть. Нет, почему? Не надо успокаиваться. Своем берет реванш. Смотри, как Влад восстановился после таких ударов. Так он еще только злее стал, более психованнее. Опять пропустил. Невозможно, все. Смотри, нормально, он отходит, отходит. Опа, промахнулся над головой. Все, смотри, сейчас псих будет проигрывать. Ну, он проиграл уже. Все, все, все. Не вот это поедина. Слушай, а почему постоянно охрана вылетает? Молодежь, молодежь. Как это можно? Что делать? Судья улыбается. Но люди должны находиться вдвоем и рейфери. Почему все время охрана находится? Псих, псих. Что дерется, псих или охрана? Молодец. Псих понял, что до него дошло. Но он не показал на ринге. Да я тебе говорю, мужественный человек, мощный парень. Но Данил выиграл здесь. Что он сильно повредился? Повредился, повредился. Не хотел позориться на ринге. Это да, согласен его. И он перед ним не показал. Вы видели, какая прическа? Что ж, вот он сейчас сюда, потому что он такой худенький, такой маленький. А на ринге он смотрит такой большой. Он не восстановит. Он не восстановит. Он шатается. Он сейчас надо ему оказать помощь. Что случилось за ним? Вы продолжаете бой? Или чего? Он сам не знает. Ты видишь, он растерянный. Он не понимает. Он ходить не может. Но у него смелость. Его толкает опять в октагон. Это очень опасно. Сейчас продолжить поединение. Судья, не надо продолжать. Нет, пусть продолжают. Если он вышел и готов, пусть продолжают. У нас есть медики дежурят, если они увидят, что что-то с ним не в порядке. Они тут же вмешаются в бой. Медики у нас не такие компетентные, как мы. Они абсолютно компетентные. Посмотри, они смотрят внимательнее нас. Позаписано. Слышишь меня? Будешь нарушать, тебя штрафуют. Нужно. Не слушайте Рамазана. Продолжайте бой. Звители хотят. Они понятно, кто победил. Рамазан, кто победил по вашему? Отчет мозга может быть. Ничего страшного, вылечится. Влад проиграл здесь, Данил выиграл. Готов? Влад не сдается. Влад требует реванша. Смотрите. Вот, вот что делает Влад. Сейчас он пропустит. Оп, оп, смотрите, что делает. Оп, оп, оп. Влад, молодец, он отбивает, отбивает. Мужественный парень всех. Мужественный парень всех. Мужественный, потрясающий. Один из редчайших бойцов эпик-файтинга. Знаменитая звезда. Он собрался, он взял себя в руку. Герой, герой, молодец. Такого редко уйдить, герой. Хоть бы все наши были. Герой, мужчине, удару. Судья восхищен. Около него. Браться, б***ь. Все, ф***, около него чувствую. Ногами бей, б***ь. Ну, наконец-то, ёпт. В октагоне встретились те самые любители масленицы, которые каждый год лезут на стол. Бой только начался, а кудрявая башка психа, похожая на катышек из пупка Фаркадыча, уже упала на канвас. О, вы просто посмотрите. Как же Бусловский хочет выиграть. Кто-нибудь скажите ему, что победитель всего лишь получает компакт-диск Дениса Майданова. У психа поехала крыша, и он пошел играть в бибиху. Не нужно сам правильно. Будь мужчина, он как тёлка. Он как женщина. Ты не руби. Ты просто не давай ему работай вторым. А я забрал раунд первый? Нет, ты проиграл первый раунд. Да почему? 100%. Можно врача на секунду? Подожди. Врач, подожди, что-то с рукой у него. Стой, 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 что-то с рукой. Задите, задите, что-то с рукой у него. Не знаю, что с рукой у него. Мы пиццы приехали, или что, блядь? У него всё окей. Его зарядила его команда. Даниила зарядила команду. Он очень даже... Я бы на месте судей сейчас остановил поединок. Нет, нельзя останавливать, если люди готовы... Последний решающий поединок. Третий период. Второй. Второй, по-моему. Опа, Шайка ударила. Хорошо, что ногой не ударил. Это был штрафной. Да, нельзя ногой бить, ни в коем случае. Нельзя, чем нельзя бить ногой. Он не может. Влад не здоров. Да, не здоров. Всё, всё, стоять не может. Он уже проиграл. Лучше остановить поединок. Режиссёр говорит, проверьте руку психу. У него что-то с рукой, видимо, вывихнута рука или сломана. Не дай бог. Надо срочно медиков попросить, посмотреть. Стоять он не может. Остановили, поединок, всё, всё, всё. Но если у него повреждена рука... Всё, 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 остановили поединок. Но потому что рука нерабочая. Врач вышел, врач вышел, врач. Врач. Ну где врач? Врачи вон в оранжевом стоят. Вот в суде врач. Всё, 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 всё. Молодцы, ребята. Молодцы, молодцы, грамотные люди. Кто победу возьмёт? Конечно, взял победу уже Даниил Буславский. Даниил. Влад проиграл. Влад, может быть, не распределял свои удары. Если бы я был без улей, в первом раунде остановил поединок. Потому что сейчас долго Владу психу будет восстанавливать. Всё, всё, там травма. Ребята, там травма. Он руку у себя, как бы, ну, немножечко, как сказать, выхватил, ну, растянул руку. Руки, ноги. Ничего, какую роль не играет. Главное, там сейчас у него... А что, если у него рука не работает? Ничего, башкой, что ли, бежать на Буславского? Многие раскачались. Там же жидко всё-таки. Может быть, сместилось. Он долго будет восстанавливаться. Всех держался очень достойно. Он, мне кажется, приз детских симпатий отдельно служил. 21 год, всё-таки безумно сильный парень. Он будет в будущем, мне кажется, очень серьёзным бойцом. Это реально. Вот таких людей надо воспитывать в России. Дай бог, чтобы таких было побольше. Многие, которые не сдаются никогда, даже за сломанной рукой, бежит второй раунд отрабатывать. Молодец. Ну, Томин Гуславский, он чувствует за собой энергию, силы, пропущенный парень. Ты посмотри, псих опять требует бой. Нет, нет, нет. Он опять требует бой. Нет, он уйдёт. Он говорит, я не сдаюсь. Нет, он опять лезет. Он как, ну дайте голову. Смотри, смотри. Невероятно. Ничего себе. Ты пропустил. Опять пропустил. Всё, ну куда я тогда... Да последнего будет биться. Молодец, псих. Призрительски симпатия этому парню. Слушай, он из могилы. Встанет и будет... Теперь уже Корней бросил белую. Браво, псих. Браво. Насходец. Ну давай поддержим его, Роман Зан. Браво. Проигравшему такие аплодисменты. Слушай, ну он проиграл... Группы комментаторов Эпик Файтника. Настоящие аплодисменты. Вот это удар. Псих, где же ты раньше пропадал? Ах да, забрала Джуманжи. Помню, помню. Бусловского, видимо, разбудил этот удар возбужденного Артемона. И он снова начал профессионально махать руками, параллельно растрясая перхоть психа по октагону. Всё. Судья на всякий случай пересчитывает свои пальцы. Ну, вдруг кто-то подрезал. И заканчивает это кудрявое безумие. Ну что, друзья, мы газуем. Это Эпик Файтинг. Только такие бои. Эпичные, максимально яркие. Они сделали. Это было красиво. Но есть победитель, естественно. И этот победитель. Синий угол. Данил. Данил. Псих, давай пообщайся. Давай, иди сюда верни. Давай, пару слов тебе. Давай пару слов. Вопросы тебе можно задавать. Давай сам. Скажи, что ты думаешь обо всём этом. Во-первых, люди Эпика. Всем привет. Мне три дня приложили бой. Я не подготовленный. Без тренера приехал. Но всё равно, хоть у нас грязь, Даня, была. Даня. Даня. Хоть у нас грязь была. Но руку тебе жму. Потому что сейчас такое время. И русские должны вместе держаться. Но я считаю, я считаю, это ничья. Спасибо Корнею. Моему брату Виталику. И Коле Томашевичу. Давай, вкратце, чётко. Всем, кого чё-то хочешь сказать, у тебя есть эта возможность. Так. Прежде всего хочу сказать спасибо огромное. За предоставленную возможность мне, моим близким друзьям. Хочу поблагодарить вас всех за эту возможность выступать, показывать себя. Спасибо моим друзьям. Коля Шоу Тайм, Шип. Эшли, братья. Все пацаны, которые сегодня выступали. Вы все мужчины. Красавцы. Независимо от результатов. Я вас уважаю. Спасибо вам огромное за всё, родные. Ну и в принципе всё. Let's go. Мы едем дальше. С победой. С победой. Хочу сказать пару слов. Вот адресовано ему. Псих, да? Кучерявый. Ну, псих, я не знаю, как тебя зовут. Вот. Насчёт того, что было первый раз. Наша ситуация первая. Мне не понравилось. Да хорош, но. Чувак после боя. Вот, нет, я же нормально к тебе обращаюсь. Нет, нормально же обращаюсь. Я тебя. Нет, ну что ты такое, б***ь? Я его не пойму. Он то переобувается. Вон там вот эта ситуация была вот пару боёв назад. Девочка стояла, он подошёл к девочке, что-то там ей сделал. Это, ну, для меня это некрасиво. Там сидел, ну, отец, можно сказать, грубо говоря. Он сделал замещание. Клянусь, мне вот хочется извиниться вместо него за такой поступок. Сейчас он переобулся, говорит, я всех девочек в мире люблю, но это по мне не по-мужски. Я кидаю вызов ему, если хочет, я всегда готов. Как тебя зовут, Тимур? Короче, ребятки, есть Тимур, который был недоволен поступками Влада, психа. Он ему кинул вызов. Если псих раздуплится, посмотрит это видео или сейчас его услышит, будет готов принять его бой. Возможно, эта суета произойдёт и всё случится. Друзья, наш генеральный партнёр компании «Алимбет» представляет уникальную программу лояльности. Бонусный клуб. Каждый месяц получаете фрибеты, деньги на счёт и кэшбэк до 20%. За свою активность бонусный клуб «Алимбет» для тех, кому всегда мало. Несмотря на всё, что происходит на Эпик Файтинге, а здесь происходит всё, что угодно, мы двигаемся дальше. И прямо сейчас холестериновая бомба уже тикает и за кулисами ждёт свои минуты слава. Прямо сейчас главные тяжеловесы Эпик Файтинга схлестнутся между собой на Великой Арене за батончик Твикса. Фаркадыч! Самая широкая гость мирового шоу. Боец, в складках которого можно найти не только без вести пропавших, но и прошлогоднюю плескавицу. Когда-то он мечтал сниматься в программе «Жить здорово», танцуя в костюме холестерина. Но сегодня это самый крепкий боксёр Эпик Файтинга. Держитесь крепче! Ну и соперником Фаркадыча становится Дима Повар! Он же внебрачный сын Борецкого. Ещё один тяжеловес, способный своей отрыжкой убить армию греков. Пока он известен только в узких трусах. Вот ты, блин! Ай, это отрыжка мне не дает покоя. В узких кругах. Но будьте уверены, после этого боя о нём заговорит весь мир. Субтитры добавил DimaTorzok Ну что ж, друзья, мы надеемся, что этот октагон сейчас, после этого боя, доживёт до главного события. Как бы он ни проломился, мы будем на это очень надеяться. Бабур – наш прекрасный референт. Бойцы, на середину. У вас три раунда по правилам бокса. По две минуты. Одной рукой? Одной рукой, да. Это только за фитнес? В затылок, спину ниже пояса не работаем. Всё, руки пожали по углам. Итак, дорогие друзья, самые тяжёлые бойцы. 150 килограммов каждого дня. Мне 150, 153, 145. Ну что, ты в заблуждении? Более толстый, чуть легче, чем Фаркадыча. Фаркадыча 153 килограмма, но последняя у него была победа. Он известный, знаменитый, техничный, очень любит рассказывать стихи и говорить после боя. Но сейчас у него какой-то интересный минус. Ну-ка посмотрим вообще. Неизученный повар его зовут Дмитрий Прудеус. Дмитрий Прудеус, повар 34, 178, 145. Против Фаркадыча 191 и 153. Да, рост у Фаркадыча выше. Ну это просто мы смотрим как типа сумаистов, да? Практически, да, уже можно от победы Фаркадыча. Знаешь, есть такое шоу, когда типа худые одевают надувные костюмы, типа и в них борются. Этот повар зачем вышел? Вот что-то он задумал. Он сейчас его приготовит. У него левая рука мощная, верская. Если он достанет Фаркадыч, Фаркадыч упадет. Ой-ой-ой, как Фаркадыч херачит Прудеуса. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Слушай, надо, чтобы Борецкий вышел и солидарности обоим навалял. Борецкий как два их, один, понимаешь? Ну слушай, здесь прямо это самое, Фаркадыч начал херачить его по полной катушке. В комплекте человек, видимо, Фаркадыч почувствовал. И удары, поэтому их повар не выделил. Ну а зачем тогда Фаркадычу поставили такого толстяка? Нет, у него что-то задумал. Он, да, какая-то фишка. Ой, ну что же он стоит-то, блядь, приодолос получает. Блядь. Рудеус, давай вставай, иди, ну что же ты ходишь-то по углам? По углам? Ищет, ищет, куда ступить. Как обиженный дворечник ходит по углам и шкерится. Ну что же это такое? О, да, наконец-то в этом выпуске запахло боди-позитивом. Судя по подбородку Фаркадыча, он может не только дубасить кулаком, но и играть на трех скрипках одновременно. Именно так должен выглядеть дешевый тизер к фильму «Конг против Годзиллы». Фаркадыч уже в первом раунде отправил бородатый ай-твистер отдыхать. Неужели это все? Судья уже отчитывает, сколько Толстяку осталось до приступа. Смотри, он уже никакой, он на ногах вообще никакой. Ты бросил, первый он затратил. Да, да. Ты два раза ударил, отойди. Пусть он пока встанет, тогда все, мы с твоей б***ю эту. Отвину я руку. Красавчик. Глупости делаешь, ты ему два раза в висок дал, он ведь на тебя не шел. Он руку опускает вниз, просто ему сунь джеб. Или сверху с бокового кидает. Понял? Боец готов. Боец готов. Судья, судья. Время, второй раунд. Бой! Что такое, что такое? Продолжение? Да, второй тур. Смысла нету, смысла нету. Почему? Сейчас Прудеос, может быть, возьмет реванш. Не, не, Фархадыч его читает наизусть, он знает. А зачем Продеос голову-то подниму под шею, под суеткой? Ну, нету никакого арсенала, ничего. Так надо пить, что он это самое-то только бегает. Он единственный, что принес на ринг свой собственный жир. Ой, Дима Побар, добей его, ну Дима, ну что же ты, б***ь, стоишь-то, ой, ёбаный в рот, как пельмень, получает, б***ь, его. Ну что же это такое, мясо по-французски просто Фархадыч сделал из него. Слишком большое преимущество Фархадыча. Так какое преимущество? На 8 килограмм побольше. Вот тебе и все преимущество. И на 15 сантиметров повыше. Руки поднимай. Ой, бедный Прудеос. Надо собраться, повар. Дмитрий Прудеос, дорогие друзья, 34 года, он старше Фархадыча. Я ни один пирожок больше у Прудеоса не куплю в кулинарии. Он сам не будет кушать в Гогене. Уже понятно, что вообще уже объявит длительную голодовку, чтобы он стал равным Фархадычу. Ой-ой-ой, Фархадыч просто его, тот уже бедный, б***ь, в углах стоит, а все равно Фархадыч его ходит и гасит. Ну, пожалей ты уже его. Пошат его, не его. Пожалел. Фархадыч пожалел. Нет, ничего не пожалел, он ему по башке, б***ь, всадил. Ну, как же он пожалел-то ему? Ну, остальные, он мог его убить. Вот, смотри, смотри, а Преодос не унимается, смотри, он хочет все равно, как бы... Прудеос? Ну, смотри, он одевает, б***ь. Мы могли его фамилию запомнить тогда. Почему? Потому что, вот смотрите, после сталких ударов он еще хочет продолжить поединок. Это говорит о том, что не только жир у него, да, но и дух большой. Ой, слушай, Фархадыч как маньяк просто себя ведет. Ну, ты видишь, человек защищается, ну, отойди ты. Ну, дай ему прийти в себя, нет, он его мочит и мочит, а? Ну-ка, 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 Дмитрий пошел. Животом побей его, животом у тебя будет... Ой, ой, ой. Ай, молодец, молодец, стоять не могу. Ну, Фархадыч, это уже формальное избиение на... Конечно, формальное, это не бои, а просто унижение жирдяя. Ну, что это такое вообще? Нет, унижения нет, унижения нет. Ну, как, смотри, жирдяя шкерится, а он его лупит и лупит. Все, все. Ой, 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 ой. Фархадыч просто, ты понимаешь... Какие панты кидает Фархадыч, что он его, говорит, забит, что ли? Продолжаем холестериновый махач. Фархадыч специально спрятал голову повара в своем пупке, чтобы тот по-быстрому заточил крекер. Какой апперкот! Фархадыч, ты что, заниматься начал? Повар снова присел на канвас, хотя лучше бы на диету. Медики за клеткой просто в шоке. Вместо того, чтобы поехать домой после боя, им всю ночь придется соскребать с канваса голову повара. Выдох, вдох, выдох. Вот, начал дышать, вдох, выдох. Вот, молодец. Дыши, дыши. Не чисти, не чисти. У меня не похожа. Вообще мы тебе ничего не сделаем. Он все. Я не вижу больше, сколько тебя слышишь. Я не вижу больше, сколько тебя слышишь. Не чисти. Судя, боец готов. Боец готов. Время, третий раунд, бокс. Пошел. Дмитрий, Дмитрий, Дмитрий. Давай, давай, Дима, давай, давай, нападай. Видишь, Димка все это защищается. Не ту тактику он выбрал. Давай, Дима, вали его. Вали Фархадыча. Видишь, он никак не может... У Фархадыча руки подлиннее. Димка, у него дыхалки не хватает. Быстро перекрубироваться и с этой стороны, с этой стороны подлезть к нему. Очень мужественный парень, вот этот Дмитрий Прубеев. Молодец, молодец. После стольких ударов. Лучший повар России. Мне кажется, у него в голове ничего не осталось. А не важно, что... Главное, как руками он лепит. Пельмешки там эти. Он важно было разбалеть, и он должен был потерять координацию движения. Поварам голова не нужна. Не надо. Поварам нужны руки. Язык. Ой-ой-ой, ну, это форменное изменение Фархадыча. Слушай, ну вот Фархадыч, он просто, знаешь, кайфует от того, что он доминирует над несчастным, бедным человеком. Фархадыч даже не защищает. Я думаю, что Дима в своей столовой Фархадычу х**, палал уже пельмени теперь. Стоп, 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 судья, стоп, хватит. Снизу. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Почему судья не останавливает? Это уже просто избиение пополнейшее. Четыре, пять, шесть. Ах. Семь. Небедный Дима продаил с ней может прийти в себя. Он кивает головой, он не понимает, где он находится. Видимо, у него в роду были очень храбрые люди, воины. Поэтому он не хочет сдаваться. Чего Фархадыч подходит? Он еще не успел отдышаться, повар. А этот уже его херачит, смотри, ладохами. Причем посмотри, что делают они. У него одна перчатка боксерская, другая костяшки. И он бьет костяшками. Не боксерская, а костяшками, чтобы побольше повар пострадал. Это живодерство. Время! Все, время закончилось. Надо заканчивать, потому что смотреть это не приносит никакого удовольствия. Просто избивают человека с инвалидностью, ошелевшись. Божечки, драка этих верзил похожа на то, как два носорога спорят, кто переспит с носорожикой. Как же хорош Фархадыч в этом бою. Тот случай, когда фраза «схавал соперника» полностью оправдывает себя. Думаю, эти парни заслужили жирный-жирный лайк за то, что дошли до третьего раунда. Вы сами все видели, друзья. Это было эпично. Это было тяжело. Но это было круто. Победу единогласно судьями отдается бойцу синего угла. Фархадыч! Сейчас бы меня закатали здесь в ринг. Димасик, Димасик, Димончик, дай-ка мне микрофончик. Ну ты мощь, ну ты лев, ну ты тигр, ты медведь, брат. Нет, нет, нет. Ты разорвал, брат. Я только выстоял, а я не разорвал. А, стой, ты посмотри, против кого ты выстоял. И что, в следующий раз я приду сюда сильнее намного. Духом. Ты уже мощный. И я его сделаю. Недооценил, честное слово, недооценил. Старина, зато мы тебя заценили, оценили. И, честно говоря, не побоюсь этого слова. Как ты одержался, ты просто давал себя постоянно бить. Тебе бы еще ударочку четенько сделать. В левой руках. Выдержка у тебя мощнецкая. Я так понял, тренер? Да. Давай, пару слов, потому что Дима чуть-чуть запыхался. Что не хватило? У нас подготовка прошла не очень. Не хватило на правой руки. Правой руки нам не хватило, мы ее травмировали. Но это первый бой пацана. Он на характере. Это дебют его просто. Ребята, давайте поддержим Димасика. Красава. Спасибо вам. Отличный бой. Спасибо огромное. Вот. Ребята, вы не... Я вам скажу, я сам дрался. У меня 8 профессиональных боев. Вот. Ребята после того, что было с ним во втором раунде, не встают. А он посмотрел в мои глаза, встал и пошел биться. Просто красавчик. Я считаю, это стопроцентная победа, брат. Над собой, над своим характером. Ты себя максимально проверил. Как минимум завтра, когда ты отдохнешь, ты проснешься и ты будешь с собой гордиться. Это точно. Обязательно Димону самые позитивные, крутые комментарии, лайки. Можешь пару слов, если есть силы, в камеру сказать. Хочу передать привет всем, кто на меня смотрел. Хочу извиниться за то, что я не показал того, что обещал. Ты мне не за что извиниться. Я тебе как что-то говорил. Выйдем сильнее. Никогда не извиняемся. Мы выйдем сильнее. В следующий раз мы выйдем сильнее. Привет всем. Особенно городу Мутичи. Кто меня знает, люблю, целую. Круто. Аплодисменты Диме дадим. Спасибо тебе большое. Отдыхай. Ну что, Фаркадыч, отдышался? Да, отдышался. В принципе, что тебя спрашивать, ты сам все знаешь. Расскажи, как, что. Короче, для тяжа биться одной рукой, это для меня что-то не то, что новенькое, да? Но что полностью бой биться на одной руке, это очень сложно. За счет того, что мне само по себе удары тяжело кидать. А получается, когда бьюсь одной рукой, у меня нету инерции. И я закидываю одну руку, и мне возвращает корпус за счет корпуса. И я вон с бодимания бился двумя руками, вообще не дышал. А с этим задышал. Ну, шесть нокдаунов, по-моему, там было, если я правильно посчитал. Они говорят сами за себя. Вот, огромное спасибо моему тренеру Кубичу Александру. Профессионал своего дела. За два года из меня сделал. Ну, дай мне дракон кучка. Как говорится, да, Леха пришел ко мне просто никакой. Вот, мы говорили с ним насчет этого. И, в принципе, он реально совершил... Ну, прогресс большой, конечно. Колоссальный прогресс, да. Я лично с ним в парах стоял, бил его как мог. Я помню первый сезон Эпика, Фаркадыч был намного мягче, а сейчас он злой. Да, да, да. Леха просто машина, реально. Я не знаю. Готов с любым стоять. Вот, а все вам хочу сказать. Мой номер семнадцатый, и его вся страна знает. Друзья, наш неизменный генеральный партнер, компания Alimbed, подготовила уникальную акцию для новых клиентов. Переходите по ссылке в закрепе, регистрируйтесь, заряжайте на своих фаворитов, а Alimbed вернет вам до 10 тысяч рублей, если ваш прогноз окажется неудачным. Ну и не забывайте, что по промокоду Эпик вы получаете приятный бонус. Пейте хаточку. Все подробности на сайте Alimbed. Alimbed получит максимум от каждого боя. Слушай, Сева, мне многие пишут, когда уже мы с тобой будем биться на этой арене. Ты что, прикалываешься, братан? Ты же меня схалываешь. Ты таких, как я, на завтрак кушаешь. Поэтому с тобой максимум бой по правилам Mortal Kombat. Ты, кстати, играешь в Mortal Kombat? Я чемпион по этой игре. Да ну на. А что, не похоже, что ли? Давай газанем по мартухе, а? Чисто газанем прямо здесь вот сейчас. Давай. Ты за кого будешь биться? Я выбираю Sub-Zero. Итак, под ваши бурные лайки и комментарии в октагон поднимается Sub-Zero. Ну и, конечно, его соперник. Скорпион! В красном углу Скорпион встречаем! Субтитры сделал DimaTorzok Ну и что, Стасон, зарубимся? Давайте, ребят, прежде чем мы зарубимся, напишите в комментариях, за кого вы будете газовать. Sub-Zero или Скорпион? А мы сюда приглашаем нашего рефери Тамерлана. Он будет нашим шансунгом. Бойцы, на середину. Ребята, правила знаем, правила не нарушаем. После команды Стоп не работаем. Пожарим руки, поглама зашлись. Итак, дорогие друзья, знаменитые герои Mortal Kombat — это Sub-Zero и Скорпион. А что Sub-Zero не снял маску-то? Скорпион снял, а Sub-Zero не снял. Обычно. Может, в федеральном розыске находится? Под этими знаменитыми персонажами скрываются очень сильные бойцы, которые скрывают свое имя, настоящее. Да что скрывают? Скорпион ничего не скрывает. Вон его лицо все открытое. Имя же не сказали. Голос мы не узнали. Голос мы не знаем. Слушай, даже наши голоса не узнают. А бог, они здесь суперприемы применяют, которые иногда можно добиться. У Скорпиона из руки вылезает змея, а Sub-Zero замораживать может. Да. Ну, видишь, он только по яйцу может быть. Ну, Sub-Zero сейчас очень мешает его форма, потому что здесь на экране одно. А здесь какая у него, какой антураж на руке. Слушай, ну и Скорпиона мешает его форму, как этот аниматор фитнес-клуба. Да, ну что делать? Зумоистов. Да, что делать? Надо там терпеть. Так надо сорвать эту форму. Обра соблюдать. Сорвать надо форму, чтобы было проще как бы наносить удары. Пусть друг друга срывают. Опа, смотри. Скорпион активен. Нет, заморозка активен. Сейчас все, смотри, заморозит его на полу. О, смотри, смотри, Скорпион пытается кататься, как тряпка половая. Смотри, опа. Смотри, бьет его по печенке. Так, Скорпион сейчас перевернется или нет? Нет, смотри, не может перевернуться. Лежит как младенец. Эти удары ему не вредят, потому что там размаха нет и по спине ничего этого не даст. О, ну смотри, переворачивается. Молодец. В лошадку теперь играют, да? Ой, смотри, он ему между ног засовывает, чтобы туда сжать, чтобы этот... Технически, это вот как раз заключается в этом и технике, чтобы его не сбросили. Он ногами там цепляет. Но там нельзя цепляться, это же интимная зона. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну все, смотри. Нет-нет, руку главную не дать ему. Ты видишь, этот самый Саб-Зиро сам убрал, типа, руки, он ему дал возможность вывернуться. То есть он не стал его гасить. Смотри, поддерживают Скорпиона, очень сильные его болельщики хлопают, отвлекают Саб-Зиро. Это, смотри, 10 секунд осталось. Вот это, когда такой шум бывает, это 10 секунд до конца боя, поединка. Так, я не понял. Я думал, Скорпион это огненный чувак с черепом под маской. А это, какой-то любитель Барбоскиных. Пока техника обоих бойцов непонятна. Ощущение, что кто-то играет и просто жмет на все кнопки подряд. Да, именно так в Бутово аниматоры заканчивают утренник. Красава, держи руки, держи всегда. Воды, воды, воды. Воды, воды. Это же ему мешает все, обзор мешает. Ты молодец. Блядь, очки нормально, держи, давай. Все будет. А сейчас во втором раунде, наверное, Скорпион возьмет реванш и оседлает Саб-Зиро. Итак, желтый Скорпион, Саб-Зиро, синий. Второй раунд этого поединка. Без фамилии, без имен. Бойцы вышли на рынок. Представляете? Иногда люди же гордятся своим именем, показывают победным присутствием. А есть скромные люди, которые не хотят, понимаешь? Или же это бандиты из тюрьмы. Из тюрьмы вышли, а не сюда. Вот из тюрьмы вот этого же, потому что он же лицо скрывает, а второй не скрывает. Значит, он не бандит. Слушай, смотри. Смотри. Вот я тебе говорю. Вот видишь сейчас, Скорпион начал инициативу во втором раунде проявлять. Да-да-да. Слушай, надо брейк делать, потому что он его сейчас задушит. Ой-ой-ой, смотри, он под клетки пытается. Смотри, руки распускает. Помогите, говорит, смотрите, помогите. Он говорит, мои руки, я не коснулся сетки. Он говорит, мои руки нельзя скуки, да? Типа или? Не штрафуйте меня, говорит, я руками не трогал. Да похуй. Да забей хуй. Бой. Смотри, слушай, идет настоящая сумаистская борьба. Они не бьют друг друга, они просто возятся, как в грязи, понимаешь? Каким-то так пить невозможно, потому что как только рукой размахзилось, тот может влепиться. Но чего он его не скинет-то, желтый, синего, не скинет через верхний? Тяжелый, потому что. Ой, тогда эта вся возня может на трое суток затянуться. Здесь же цель такая, он хочет болевой, вот верхний хочет болевой. Три удара наносит, потом как только он расслабится, хочет взять удушаемую. Но чего ниже-то его не скинет горбом своим? Он защищается. Он защищается. Ну, сейчас Скорпион проиграет. Ну, что же это такое-то? Чего он терпит все это? Тратит энергию Самзира. Вот сейчас он упадет вниз, Скорпион поднимется, и он уже со свежими силами. Но Самзира его заморозит. Этот просто стоит раком, и все. И мертвый, понимаешь? Ну, что это такое-то? Ошарфует колено, бить нельзя. Ой, конечно. Вот надо сказать, что же это такое. Мы тут соль или просто... Все. Он бросил свою маску, этим самым себя он раскрыл. Слушай, а это не тот ли, кто был Робокоп? Нет, нет, нет. Усову было. Так, второй раунд. Да, судя по всему, этим парням не дала Соня Блэйд, и они решили сами утешить друг друга. Саб-Зиро применил тактику «Ледяной пердеж» и развеял его по октагону. Какой-то сумбур происходит. Это уже не бой, а вязка кокер-спаниелей. Обязательно пишите в комментах, какой еще тематический бой вы бы хотели увидеть на Эпике. Нормально все? А? Да, нормально. По почкам, наверное, жестко, да? Да, нормально, нормально. Делай фаталити, да? Секунданты хорошие, но секунданты больше размахиваются у Саб-Зиро, у Скорпиона. Что он говорит? У него секундант очень активный молодой человек, который вызывает на бой всех, кого не лень. Рамазан, обрати внимание вот на этого юношу. Вот этот юноша вызывает всех на бои. Он врывается в октагон, типа психа, и начинает рыпаться. Значит, энергия есть, значит, он цель себе поставил, но, тем не менее, возвращается последний период между Саб-Зиро и Скорпионом. Скорпион нападает? Да. Ты посмотри, он берет инициативу, пытается выхватить ее. О, Саб-Зиро не дает, не дает. Смотри, такой удар пропустил Скорпион, все равно остался в стойке. Ой-ой-ой, смотри, смотри, удушающе делает Скорпион ему. Помните, я вам говорил, что здесь спрячут очень сильные спортсмены, которые не хотят? У них такие потрясающие приемы. Это профессионалы, это профессионалы. Здесь они как раз-таки друг друга, а организаторы специально подобрали именно таких, потому что здесь народных нет. Это уже не народные, а как бы для усиления самого карта более таких... Они оба очень сильные бойцы, кто же выиграет? Да. Смотри, удушающий делает. Ну, все, значит, надо сдаваться Скорпиону, получается. Смотрите, снизу держит голову, да, и ногами тоже держит, чтобы он не вырвался, но, тем не менее, отсыдался. Сдался, все. Саб-Зиро wins. Скорпион не стал тянуть шаукана за яйца и сразу пошел крушить Саб-Зиро. Какой бросок! Именно так тихничка в общаге мудохает тех, кто пошел по помытому. Ну вот и все, походу. Давайте бруталити! Ну, хотя бы фоталюшечку одну, ну хоть на пику насади. Возвращайте бой, жердяев! Ну что, ребятки, в третьем раунде, удушающим приемом, победу забирает боец из синего угла. Ваши аплодисменты! Стас, опять твоя ставочка сыграла. Надо было нам с тобой на бабки забиться нормально, понимаешь? Да, да. Ну что делать, что делать? Давай, я пообщаюсь со своим земляком. Я знаю, что ты из Пермит. Соперник, он еще будет сильный. Но ты тоже держался молодцом. Я держался, да, до конца. Красавчик, красавчик. Если бы ты сюда пришел, газой. Даже были моменты, когда я думал, о-о-о-о, он перетягивает бой, перетягивает где-то вот-вот. То есть были хорошие моменты от тебя. Где-то чуть-чуть не хватило, может быть, техники, еще чего-то, выдержки. Да, да, да. Что можешь сказать о сопернике? Соперник, да, сильный. Борьба, греблинг. Ну, на хорошем. Ну, сильнее был у меня в борьбе. Как в самом деле, в ММА делается, борьба решает. Как тебе оказаться у нас на Эпике? Записал видеообращение. Кинул вызов Олегу Монголову и безумному Баши. И Эпик Файл Чемпион. С легенд пошел, да? Сразу решил на легенд газануть. Да, 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 и они оценили мою историю и поставили лайк. Ну что, Тёма, спасибо тебе. Благодаря тебе я выиграл квартиру в Москве, братан. Я думаю, мы об этом поговорим позже. А, блин, зря сказал. Зря сказал, теперь делиться придется. Сейчас же 90-е. А, все, все, все. Пацаны зададутся вопросом, откуда у тебя? Правильно, правильно, правильно. Ты меня подтянул за базар, я понял. На общак, на общак удели, все хорошо будет. 90-е надо было делиться, потому что можно было, да, в репу там получить сразу, да. Вы меня разбудили в это время, я не рад был. Сегодня выиграл. Жду следующей схватки. Ну, как-то ты немножко не дожимал, потому что, ну, блин, как бы много было борьбы. Ты боксом же занимаешься, да? Я объясню. В первом раунде я повредил костяшку на кулак, я попал ему прямо. То есть ты так решил, как бы, немножко спрятаться, да? И был особо не готов. В борьбу. После работы выскочил сюда. А, вот так вот, да? Пацаны подтянули, да. Ну, ты работаешь где? В компьютерном клубе? Да, администратор. Я там главный герой. Я к тому, что ты, как бы, персонаж из игры, да. Игра стала реальностью. Если вы захотите снова увидеть меня здесь, вы знаете мои цифры. Звоните. Хорошо, мы тебе позвоним, брат. Эпик файтинг. Четвертый сезон. Смотрите, не пропускайте. Друзья, наш генеральный партнер компании Алимбет представляет уникальную программу лояльности. Бонусный клуб. Каждый месяц получаете фрибеты, деньги на счет и кэшбэк до 20%. За свою активность бонусный клуб Алимбет для тех, кому всегда мало. Прямо сейчас в октагон выйдут блогеры-миллионники. У них есть победы и по 8 кубиков на прессе. Они способны сдвигать поезда и сворачивать соперников в сахарный рогалик. Они не дают задний ход и берут задний проход. Нифига себе. Вот это да. Встречаем. Жека Секси. По паспорту Жека на любителя. Лысая машина по переработке всех тех, кто возомнил себя бойцом. Однажды во время боя он пропустил удар, и с его лицом случилось ужасное. Оно осталось таким же. Встречайте, блогер с поберже вместо его просто головы. Жека Секси. Встречайте, блогер с поберже. 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 Угол, мы приглашаем бойца, который стоял у истоков зарождения поп-ММА. Макс Боди Мания. Самый популярный качок интернета. Обладатель техники рвотный лоу-кик и мастер маскировать варикос под выпирающими венами. Бойцовская карьера Макса, как армия Сан-Марина, тоже ни одной победы. Но может сегодня его лысый соперник споткнется и расшибет голову остальной пресс Макса. Субтитры сделал DimaTorzok Это со-главный бой вечера, друзья. Здесь нужно максимально дать активности. А рефери в этом бою будет Макс Дикий. Приглашаем его в октагон. Бойцы на середину. Ребят, правила знаете, не нарушаем. Команд слушаем внимательно. После команд стоп не работаем. Руки пожали, по углам удачи. Тоже один раунд будет. И кто выиграет? Я думаю, Максим заряжен, но по его грустному лицу я вижу, что он не особо готов. Судья! Судья! Боец синего готов, боец красного готов. Первый раунд. Время! Бой! Ой, смотри, смотри, Жека сразу вступает. Молодец, Макс. Один ударный все-таки. И держите его. Держите. Жека приехал из Новосибирска, а Макс из Москвы. Это самый сильный. Какая фигура. Они оба подготовлены. Правда, Макс нисколько тяжелее. 109 килограммов. Ну а ты за кого боишь? За Новосибирска или Москву? Я сейчас здесь буду болеть за того, за Макса, наверное, скорее всего. Потому что последний проигрыш у него был. В последнем поединке проиграл. Поэтому ему нужен матч-реванш. Ты посмотри, он душит Жеку. Он сейчас Жеку это самое. Через руку. Он есть. Через руку. Жека отбивается, пытается вырваться. Это очень слабый такой захват. Вот, видите, он вырвал. Смотри-ка, Макс лег. Лег, лег. Все, сейчас 10 секунд и Макс улетит? Нет, нет, нет. Нам что-то он держит еще, но это бессмысленно. Так жевать невозможно. А как Максу-то вырваться снизу? Это выкрутиться? Легко. Очень сильно держит ногу. Вот Макс, вот эта техника. Питер Макса, он держит технику. Зачем он держит, если он лежит? Максу наоборот надо не держать ногу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты посмотри, что делает, а? Парлицу со всей силы ему. Ой-ой-ой, Жека херачит. Ногами оттокнило. Ой-ой-ой, вот именно ногами-то не толкнет его. Ой-ой-ой-ой, сейчас Жека, блядь, его забьет, а? Игорь, все. В команде был стоп-партер. Какой стоп-партер? Был стоп-партер. Стоп, какой стоп-партер, спокойся. Слышал тоже стоп-партер. Какой? Откуда стоп-партер? Стоп-партер крикнули. Кто крикнул? Жень, ты же видел я тебя. Кто крикнул стоп-партер? Видимо, ты. Стоп-партера крикнули? Да. Я сказал, активней. Вы лежали, держали друг друга. Обхват был на шее, но удушения не было, ребят. Партер активней, дружище. Перисмоешь видео. О, да! Именно так лысый из «Бразерс» устраивался на работу. Макс сильно напрягся, а это значит, весь первый ряд сейчас побежит умываться. Какой бросок! Будто два камня из почек упали на стенку унитаза. Макс попытался задушить секси, но лысая башка спасает блогера. А вот что дальше произошло, никто ни хера не понял. Ну что, это было вкусно, к сожалению, мало, но было круто техническим нокаутом, да? У нас побеждает боец синего угла! Макс, расскажи, что случилось? Ну, на повторе посмотрите, я отпустил гильотину. Если посмотрите мои бои, ни один соперник из моей гильотины не выходил. Я обдержал бы до талого показания. И я услышал стоп, я вытянул руку, он начал накидывать. Но бой есть бой, спасибо вам. Хотелось подольше пробиться, дожить до второго раунда. Ну, я думал, вообще это будет... Жене только уважение, только. Красавчик, брат. Вот, но самые главные мои слова сегодня хотели... Ну, хотелось, чтобы прозвучали следующим образом. Для меня, даже если бы я победил, не столько победа, не столько здесь участие важно. Самое важное, что сегодня в моем углу все мои братишки, друзья, спасибо, ребят, что вы здесь. Если бы не они, скорее всего, я даже не вышел бы. Давайте бурными, бурными, ребят, Жеку поздравим. В любом случае, это было красиво, это было эпично. Что то, что он сделал, это... Это был эпик файтинг, это было мясо. Мы тебя в любом случае поздравляем и надеемся, что твои друзья будут всегда с тобой, чтобы мы тебя здесь лицезрели. Спасибо. Жека, ну что, пару слов, пару слов обоих. Москва, всем привет, друзья, Саламалик. Что сказать, пару слов, пацан очень крепкий. Все, кто его недооценивал и говорят, что Макс там мышцы не могут, поверьте, все он может, так что сегодня просто дневной день. Сегодня повезло мне немножко. Так все хорошо, башка чуть болит. Гильотина как тебе, понравилась? Не, он вообще крепкий, реально. Я хотел, честно, сдастся, честно. Но дотал его всегда до конца. Жека, ну, конечно же, это не Илья Милохин. Было посложнее, и видно, что ты задышал, и конкретно было тяжеловато тебе. Надеемся, в любом случае, несмотря на эту победу, ты еще обязательно сюда поднимешься к нам в октагон на эпик. И если есть кто-то, кому бы ты сейчас мог что-то сказать, кого-то вызвать. Да, давай. Братан, поделись с Фархадычем, а там все из-за меня. Хорошо. Друзья, если вам интереснее больше Фархадыча, голосуйте. Конечно, сделаем это. А это было бы интересно, кстати. Так, хочу сказать. Спасибо моей команде, сегодня пришли поддержать. Братики, спасибо. Серега, тренер, лучший корж. Красавцы. Без подготовки, без тренера, друзья, вы ничего не добьетесь. Я ему сразу говорю. А кто из вас, тренер? Серега. Пару слов, брат, за этот бой. Что можешь сказать? У Жека молодец, работал по плану. Мы чуть-чуть подтягиваем и партер, и стойку, и борьбу. Так что чем дальше, тем больше он будет показывать и удивлять всех. Больше шуму, ребята. Красавцы, красавцы. Ну и еще такой чисто технический вопрос. Неудобный вес? Да, конечно. Он очень физически крепкий, прям тяжелый. Физически крепкий, тяжело. Очень тяжело. Лучше с кем полегче драться. Отлично. Теперь еще раз поздравляем. Да, Максу большое уважение, что разделил со мной клетку. А Савчик, за это респект. Все, друзья, всех люблю, всех обнял. Алимбет дарит клиентам бонус на экспресс до 100%. Максимально простые условия уникальной акции. Чем больше событий в купоне, тем больше бонус. Выигрывайте и получайте максимум эмоций от спорта вместе с Алимбет. Ну а перед тем, как мы пригласим в этот акокон участников главного события, нам бы хотелось разбавить сегодняшний карт чем-то фееричным. Таких гостей у нас еще не было. Встречайте, советская и российская эстрадная певица, актриса и телеведущая, ну и просто прекрасная и волшебная, всеми любимая Ирина Салтыкова! Все друзья, соседи и родня, учат жить меня. Все глядят, что я себя люблю, просто я люблю. Мне говорят, ты сошла с ума, а я говорю, разберусь сама. Уж я как-нибудь обойдусь без вас, раз дело касается серых глаз. Мне говорят, ты сошла с ума, а я говорю, разберусь сама. Уж я как-нибудь обойдусь без вас, раз дело касается серых глаз. Говорят, что я ночей не сплю, просто я люблю. Мне говорят, а я говорю, уж я как-нибудь обойдусь без вас, раз дело касается серых глаз. Мне говорят, а я говорю, уж я как-нибудь обойдусь без вас, раз дело касается серых глаз. Серых глаз, серых глаз, серых глаз, серых глаз, серых глаз. Все! Ирина Салтыкова, друзья, наша любовь, здравствуйте. Мы максимально все рады вас видеть. Особенно наши зрители и все те, кто по ту сторону экрана прямо сейчас фигачат комментарии. Нифига себе, Ирина Салтыкова в эпик файтинге, да ну нафиг, как такое может быть? Мы бы не хотели вас, если честно, отпускать. Знаете, что мы хотим предложить вам? У нас есть замечательный комментатор Рабадан, он бы с удовольствием с вами, у нас сейчас будет главный бой вечера, где мы объявим наших бойцов чуть попозже, а вы бы могли... Я попробую, дело в том, что я совсем первый раз это делаю. Ну и отлично, вы просто кайфаните. Постараюсь, потому что, конечно, для меня это неожиданно. Вообще драка это не женское дело, мне кажется, но все-таки... Воспринимайте это как танцы. Да. Вот так вот, да. Тем более, тем более наш главный бой, это будут девушки, имена которых мы объявим чуть позже. Я думаю, вы получите феерическое удовольствие. Я надеюсь. Мы хотим слышать ваши комментарии. Давайте под ваши бурные лайки и комментарии проводим замечательную Ирину к нам в комментарии. Ирина, спасибо, легенда, спасибо. Уберите детей от экранов. Нас ждет главное событие вечера. И если вы думаете, что сейчас свои кулаки расчехлят мужики, то вы ошибаетесь. В этой клетке встретятся девушки, у которых хоть и разные судьбы, но цель одна. Единогласная победа. Елена Беркова. Миссионерская кобра эпик файтинга. Клубничка, которую не раз окучивали, но победить так и не смогли. В октагоне Лена настоящий монстр. Но по жизни она очень милая и любит животных. Это можно понять потому, как часто она выкладывает свою киску в соцсети. Встречайте, амбассадор дымящихся трусов Елена Беркова. Миссионерская кобра эпик файл. Миссионерская кобра эпик файл. Её соперница — популярная певица нулевых с миллионной фанатской базой. Саша Проджект — обворожительный мастер боевых искусств. Отмечает, что любит верховую езду и готова доказать Берковой, что скакать на мужиках сверху — это не спорт. Пришла на Эпик прервать победную серию своей соперницы и засиять новой звездой под именем Саша Проджект. Это главный бой вечера, друзья. Мы наконец-таки дождались Эпик Файтинг, четвёртый сезон, 90-е. Давайте это сделаем. Рефери приглашаем в центр октагона. Бойцы на середину. Правила, знаете, не нарушайте. У вас три раунда по две минуты. Руки пожали по углам. Ирина, непривычное для вас зрелище. Посмотрите, что она делает. Смотрите, она шансов даже вывернет. А это Саша Проджект, её такой есть. Я поняла. А они кричат, да? Стоп, стоп! Что она сделала? Ну, сильные соперницы всегда сложные, я думаю, даже морально. Но я вообще не представляю, как женщины дерутся физически. Есть сейчас современные женщины появляются. Я не знаю, мне бы дали безумное количество денег, сказали бы, я бы не пошла в тесто. И, не знаю, у них много тестостерона для храбрости. Они как мужчины. Вот посмотрите, не отпустит она. Никогда не отпустит. Всё, это уже шансов нет. Да? Держи! Держи! Растягивай! Стоп! 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 Вот мы не успеваем комментировать. Почему? Потому что первый раунд, второй раунд, третий раунд, такого не бывает. Девочки быстро заканчивают. Где-то что-то убят. Ох, бабоньки. И коня на скаку остановят, и хлебальники расквасят, если надо. Ох, просто красота, безумие, радость. Ммм. Веркова, как в старое доброе, сразу перешла к постельной сцене. Саша только вошла во вкус. Но потрошительница мужского либидо применила секс-приём, расщепление бамбука и медленно задушила соперницу. О, что тут сказать? Коротко о главном, друзья. Вы сами всё видели. Удушающим приёмом одерживает победу боец синего угла Лена Беркова. Саша, ну как так? Я реванш хочу. Ты же спортик. Ну, реванш так реванш примет она, нет? Я реально, я требую реванш. Мне очень понравилось с тобой спарринговаться. Я считаю, что ты очень достойный соперник. Но я всё равно хочу добиться своего. Ладно, лянусь. Тем не менее, Саша, Сашечка, мы тебя поздравляем. Хоть и не с дебютом, мы знаем, что ты занималась профессионально. И скорее всего у тебя были уже бои. Мы, несомненно, будем тебя ждать здесь. Давай мы вот так вот скажем. Слышишь ты, инстасамочка, сюда свою жопку и мы тебе её хорошенечко прокачаем. А? Нормально же за тебя? Да зашибись. Нет, подожди, я тоже скажу. Самочка моя сладенькая, мой пирожочек. Давай приходи, я тебе покажу, что такое настоящая девушка. Она держит тебе жопу, поняла? Да, за деньги, да. Спасибо тебе. Провожаем аплодисменты Сашу Проджек. Спасибо тебе большое. Ты очень смелая. Ну ты, короче, блин, не сломимая. Как тебя побеждать? Я не знаю. Опять победа твоя. Я просто... Ты уже привыкла по ходу, да? Блин, я просто не знаю, да, как проигрывать раз. Во-вторых, я реально сегодня чуть не сдохла. Я приехала прямо с капельницы, у меня отёк квинки случился. И я думала, что я впервые откажусь от боя, просто не могла встать. Но благо всё сложилось. Я поэтому понимаю, что у Саши есть подготовка. Ну, такое ЧП произошло. Всё хорошо, что я вышла, конечно же, собралась. Всё круто. На самом деле, без сильных травм вы всё сделали очень быстро. Очень быстро, красиво. Саша спортивная. Нам, честно, нам не хватило. Вот, серьёзно, нам не хватило. А мы с удовольствием ещё. Это реально было коротко о главном. Так или иначе, главное событие – твоя победа. Мы радуемся за тебя. И, как по традиции, принято. Любому, кому хочешь, конечно. Кто там у нас спортом начал заниматься? Так с тобой мы в коннекте, конечно. Ты-то здесь. Милохин. Кто там ещё начал заниматься спортом? Милохин, ты хотел побиться. Не тот, который бьётся уже на Эпике, а обратно. Который Даня. Который Даня, да. Спасибо. Давай, покажи класс. Я научу тебя плохому. Давайте вашего шума нас сделаем, ребятки. Саша. Все знают, что этот бой я посвящала своей маме. Мамулечка, я надеюсь, что ты доживёшь до следующего года, и я этот бой выберу для тебя. Спасибо. Спасибо, ребят. Спасибо. Спасибо, девчонки. Давайте максимально поддержим. Ну, а прежде чем мы с вами не то чтобы попрощаемся, а скажем до новых встреч, хотелось бы ещё раз пригласить сюда нашу волшебную, нашу замечательную Ирину Салтыкову, и у неё спросить про всё то, что сейчас произошло в октагоне. Ирин, можно вас сюда ещё? Эмоция такая, слава богу, что они быстро закончили. Самое главное, вот сегодня вы получили удовольствие? Ну, девчонки молодцы. Для меня просто они выше не бывает. Получили удовольствие? Я понимаю, что получил, конечно, от того, что есть такие, как сказать, женщины, ничего не боятся. Вот так вот. Круто, круто. Спасибо вам, Ирина, что вы посетили нас. Спасибо вам. Можно вас попросить сказать нашим зрителям до новых встреч. Это Эпик Файтинг, четвёртый сезон. До новых встреч. Это Эпик Файтинг, четвёртый сезон. Спасибо, друзья. Мы с вами не прощаемся, а всего лишь говорим до скорых встреч. Обязательно комментарий, лайк, подписочка и, конечно же, колокольчики, ёпта.